Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня мы находимся в магазине «Александра». Здесь проходят встречи с международными бизнес-экспертами в различных сферах – бизнес, инвестициях, экономике и образовании. Рядом со мной сидят две Натальи. Наталья – школа, консультант в области частного образования в Великобритании, и Наталья Яковлева – мама двоих детей-студентов, бизнес-леди, владельца фирменного магазина «Александр». Наталья, здравствуйте! Наталья, наверное, первый вопрос к вам. Вот любая школа является частью, конечно, системы образования любой страны. И насколько частные школы в Великобритании отличаются от традиционных школ? Отличаются очень сильно. Разумеется, частная школа, прежде всего, отличается от, мы говорим, не традиционная, как у вас там было? Государственная. Государственная школа. Прежде всего, это школы, где классы сформированы меньше количества учеников, меньше учеников в одном классе, отличная материальная база, учительский состав специально отобранный, также, как и дети, контингент детей отбирается специально для этой школы, для частной школы. В государственной школе по месту жительства набирают детей. Что еще? Прекрасные материальные возможности, лаборатории, как в университете. Как правило, они все имеют свою музыкальную школу, художественную школу, спортивные поля. Даже внутри Лондона, как там достаточно ограниченное пространство, они имеют большие поля для тенниса, теннис. В общем, там есть все, верховая езда. Этого нет в государственных школах. Наталья, ваши дети тоже учились в Лондоне, учатся в Великобритании. Вот как по-вашему, насколько образование в частной школе в Великобритании отличается от образования здесь, в России? Безусловно, материальная база английских школ гораздо сильнее, что дает возможность детям получить гораздо больше возможности выбрать те или иные предметы, дополнительные языки какие-то выбрать и так далее. То есть, в принципе, образование в целом, везде, в любой стране, оно так или иначе зависит от материальной базы. В Англии частное образование, оно уже сформировано не одним веком. То есть, есть традиции, есть определенный уклад, как это должно быть. Что мне больше всего понравилось? То, что даже музыкальное образование, которое давалось в частной школе, оно было на другом уровне. То есть, если наши дети должны ходить отдельно в музыкальную школу, то там это все можно сделать в рамках школы, в которой они находятся. Либо живут, либо они приходят в эту школу. Да, частное образование позволяет жить. Частные вот эти вот пансионы. Качество вот этого образования, например, меня бы очень поразило тот момент, что дети, вот начиная играть на каких-либо инструментах музыкальных, они уже через какое-то время присоединяются к оркестру школьному. Понимаете? То есть, это уровень вот действительно уже совсем другой. Я сама когда закончила музыкальную школу, я знаю, что это такое для ребенка первый раз выйти на сцену. В составе вот этого оркестра там, безусловно, сидят рядом профессионалы, что как бы облегчает. И в целом концерт в любом случае состоится, даже если ребенок ошибется, если он что-то сыграет не так. И на протяжении вот каждого года, да, чем вот взрослеют больше дети, тем мы видим, как этот оркестр все слаженнее и слаженнее работает. Самодеятельность, которой у нас очень много, да, она на другом уровне. То есть, если ребенок хочет профессионально заниматься драмой, то он занимается профессионально, и с ними работают профессионалы. И мы это видим, когда дети выходят и исполняют Шекспира, то, вы знаете, те, кто был на вот этих концертах и на этих постановках в Англии, я думаю, что все родители были впечатлены. Вот. В принципе, я лично сама за то, чтобы дети не просто два прихлопа-три притопа, вот я имею в виду, знаете, как мы уже все через это проходили, да, утренники и так далее, а за более качественный подход во всем, не только драма, это не только музыка. А что касается технических предметов, Наталья уже отметила, что школы имеют целые департаменты. Вы знаете, когда я первый раз увидела вот департамент физики, химии и так далее, я поняла, что я сама хочу учить физику. Вы понимаете, когда они показывали эти опыты, эти машины, во-первых, он огромный этот департамент. А департамент биологии то же самое. Они препарируют, ну, лягушек, там, сердце. То, что делают в университетах, по большому счету, специализированных уже. Это то, что у детей развивает интерес к предмету, понимаете. Мы, если мы просто перед ним, перед ребенком откроем учебник, мы его не сможем научить. Это будет невероятно скучно. Давайте мы на себе проэкспериментируем, сядем за наши учебники, которые на сегодняшний день предлагаются разными школами. Я уверяю вас, мы сами не просидим за этими учебниками очень долго. Поэтому для детей очень важно на практике попробовать, понимаете, чем образование английское опережает, я бы сказала, тем, что вот что-то, какое-то достижение в области физики произошло, через полгода о нем уже изучают, о нем уже говорят в школе. Я знаю очень много детей русских, кто, уехав за границу, перепрофилировали свой интерес. То есть вот родители думали, что они будут экономистами, там еще что-то, юристами, но дети становились биологами. То есть реальная профориентационная работа, она именно там. Да, да. Результат виден. У них есть возможность выбрать и попробовать. Попробовать, понимаете, практически. Это важно. То есть некоторые школы частные имеют, наиболее продвинутые, они имеют целый, не знаю, цеха по производству, где установлены 3D-принтеры, они делают свой дизайн на компьютерах, тут же воплощают его в жизнь, сами используют токарный стакан. Наталья, вы уже отметили, да, что то образование, которое было в Советском Союзе, то, которое образование сейчас в России, отличается от Великобритании, от образования Великобритании. Да, и вот мы говорим, что в Советском Союзе, ну, говорили, по крайней мере, да, что в Советском Союзе была одна из лучших систем образования в мире. Да, хотя, ну, наверное, мы сами отмечали, очень многие эксперты говорят, что порой детям дают очень много лишних знаний, те знания, которые могут либо не пригодиться, либо просто перегрузить, грубо говоря, мозг, чтобы, после чего ребенок просто не сможет как-то реагировать адекватно на какую-то информацию. Вот так ли это в Великобритании? Я бы сказала, что у ребенка есть выбор предмета, и этот выбор, он индивидуален. Все дети разные. Они все одарены, но в разных областях. То есть даже когда они выбирают предметы, которые им интересны и в которых у них получается больше всего, даже внутри предмета существуют некоторые модули. Скажем, в математике всегда существуют три группы. То есть в одном классе, который не очень большой, существует три группы детей, как бы нормальные дети, более продвинутые и очень продвинутые. Они получают разные задания, то есть, соответственно, их прогресс заметнее и так далее. При этом это не на соревновательной основе. То есть другие дети в чем-то, в каком-то другом. То есть у них модульная система, которую они формируют индивидуально под ребенка, и это очень работает на самом деле. То есть лишних знаний, которые могут быть ребенку непонятными. Никто не знает, что лишнее. Нет, ну вот допустим, ребенок не разбирается в математике, ну в российской, в советской школе. Ребенок не разбирается. Да, его никто не будет заставлять. И его заставляют решать такие примеры, которые он просто в принципе не может понять. Такой ребенок, который, например, любит больше танцевать, или он одарен артистически, он занимается в первой группе, они проходят самые основы математики, и при этом он не считается... Получает хорошую оценку. Да, он не считается... Хорошую, да, что очень важно. Что важно для ребенка. То есть он не двоечник. И при этом не считается... Он просто другой уровень сдает математике той же. Но зато в театре, например, или в живописи, да, у него... В театре, в языке, у него другой уровень, понимаете? И выбор, конечно, предметов в частных школах намного больше. И доступ к спортивным занятиям. То есть это потрясающий выбор на самом деле. Но нужно помнить, что система частного образования в Англии развивалась с какого? С 16 века. И там внутри этой системы существует очень большое разнообразие. Там школы для мальчиков, школы для девочек. Все они академически разные. Школы смешанные, школы в кантри-сайт, за городом школы... То есть это религиозные школы, очень большой сектор. То есть это большая система? Это очень большая развитая система, которая работает на коммерческой основе. И каким образом они... Разумеется, это еще и престиж. То есть не всякие дети попадают туда. В смысле не просто потому, что они живут рядом. То есть существует отбор. Плюс, я думаю, это есть классовый отбор некий. Потому что неизбежно, скажем, нужно... Это очень дорого. По уровню дохода. То есть за эту школу нужно. Это очень дорого. Плюс дети проходят экзамен, чтобы попасть в эту школу. То есть даже если у тебя есть средства, не факт, что ты попадешь, может быть, ты не сдашь экзамен. Как правило, ребенок всегда попадает в школу, но существует... То есть они сдают экзамены. То есть он не попадет в ту школу, в которую он хочет, или в которую хотят родители, чтобы он попал. И опять же, в каждой школе, особенно если это большая школа, престижная школа, существует 5-6 мест для очень одаренных учеников. И существуют стипендии, по которым идти. То есть они как бы притягивают свежую кровь. Это поддерживает очень высокие баллы, академические показатели. И ребенок на полном обеспечении находится. Смотрите, ну вот мне, допустим, как маме, важно, чтобы учителя относились к моим детям, ну, хотя бы адекватно, и там не унижали, не угрожали, давали хорошие знания, относились к ним как к личности, да. Как отношение учителей в частных школах в Великобритании к ученикам? Какие там отношения между учителем и учениками? Абсолютно недопустимо неуважение. То есть это... Обоюдное. Обоюдное, да. Скажем, в моей практике был случай, когда дети, когда живут в пансионе, это маленькая группа детей, и, естественно, они все при... они очень испуганы. Маленькие приезжают из разных стран. С какого возраста приезжают? В основном, да, 10-11 родители решаются отдать. Ну да, да. Очень многие с 13 лет поступают. То есть был случай, когда вот у них возникло недоразумение между собой, они, девочки, поссорились. И было целое расследование в школе с привлечением родителей, психологов. То есть очень следят. То есть моральные какие-то аспекты, я не знаю, может быть, даже преувеличены, потому что они напугали родителей до смерти тогда. Ну, в общем, все закончилось хорошо. Наталья, как вот ваши дети рассказывали, видели ли вы, как-то ощущали, как они отзываются о своих учителях в частных школах Великобритании? Я вам расскажу самое первое, что меня тогда удивило. Мой сын, ему было тогда 11 старше, Миша. Он, значит, почему-то, видимо, они общались в школе с друзьями, ему очень захотелось поехать в Англию учиться. Мы его отправили на последний месяц. У них обучение продолжается до конца июня. И вот на этот июнь месяц мы его отправили в английскую школу, где не было ни одного иностранца, ни тем более русского ребенка. То есть вот с его багажом знаний на тот момент, я имею в виду в языке, он поехал, значит, попробовать, что это такое. И первая фраза, которую я услышала от ребенка, когда он мне позвонил оттуда, он мне сказал, «Мама, ты представляешь, здесь учителя не кричат на детей». То есть это была реакция ребенка, 11-летнего, который только что, закончив 4-й или 5-й класс русской школы, значит, и отправился познавать. Посмотреть, как там учиться. Через какое-то время он мне уже позвонил, сказал, «Мама, я точно хочу здесь остаться». И вот так вот мы там и оказались. У них очень внимательный индивидуальный подход к каждому ученику, и они регулярно контактируют с родителями, еженедельно отправляют успехи. То есть это все очень налажено, все компьютеризировано, налажено. Наверное, любому родителю хочется, чтобы его ребенок в будущем стал успешным. Это главная инвестиция в ребенка. Да, чтобы он был успешным, чтобы у него все получалось, чтобы он был удовлетворен от работы, получал и финансовое удовлетворение, из всего того, что он делает, дают, что дает школа Великобритании вот в этом направлении? Я считаю, что, закончив частную школу, частная школа – это как клуб элитарный. То есть, грубо говоря, дети с самого раннего возраста, то есть они выходят из частной школы, поступают в определенные университеты. Не существует каких-то квот на определенные школы, но каждый преподаватель знает лучшие школы. Он понимает академический уровень этой школы и этику этой школы и так далее. То есть существует очень большой шанс, что ребенок из хорошей школы попадет в очень хороший университет. И вот это общество адвокатов, политиков, медиков, докторов известных формируется именно в этой среде. То есть это элитарная среда, которая сейчас очень разбавляется как бы интернациональной кровью, и это становится таким очень глобальным явлением. То есть это престижно, и это работает. Я не хочу сказать, что они все получают 100% работу после университета, но какие-то такие вот... За ними гоняются, да? Не то, что выгоняются. Понимаете, в наше время рабочих мест гораздо меньше, чем выпускников частных школ на самом деле. Но вот эти неформальные отношения и знакомства, и связи, как везде они работают. То есть я понимаю, это хороший старт? Это отличный старт? Плюс в личностном плане это дает... Дети становятся более самостоятельными. Дети так или иначе, они начинают понимать, чего они сами хотят в этой жизни. Кем они хотят быть в этой жизни? Не родители, не мы указываем детям, куда им идти. Они уже сами, исходя из собственных способностей, из собственных предпочтений, они способны, заканчивая эту школу, сделать этот выбор. Что для меня лично, как для мамы, это очень важный фактор. Потому что если ребенок заканчивает школу, и он не знает, куда он хочет пойти, и он не знает, чего он вообще хочет, я считаю, что мы уже что-то вот тогда взрослые упустили. И система предусматривает это, потому что последние два года частной школы это, по сути, выбор профилирующих предметов, которые ученик будет дальше изучать в университете. И по оценкам он уже выбирает университет. Ну вот, наверное, вопрос к вам опять же обеим. Вы как консультант в области частного образования наверняка можете сказать, как заинтересовать ребенка учиться, как заинтересовать ребенка получать знания. Очень просто. Дать ему то, заниматься тем, что ему наиболее интересно. Это единственное и самое верное. Как ему показать, что... Для этого он должен многое попробовать. И частная школа такую возможность дает. Первое, это то, что отметила Наталья. Действительно, процесс должен быть выстроен таким образом, чтобы ребенку было интересно. Это первое. Безусловно, это и работа и школы, и родители. Родители тоже должны мотивировать. Должна быть некая мотивация. Ребенок должен понимать, зачем ему это нужно в жизни. Почему он должен учиться. Но все-таки, я думаю, образовательный процесс. Если он выстроен правильно, если нет перегрузок и нет... Вы понимаете, просто бездумное заучивание, оно в итоге приводит к полнейшей потере интереса. Вот если ребенок делает уроки или учится сознательно, если ему это интересно, тогда мы правильно ведем вот этот образовательный процесс и родители, и школа. Если же мы наблюдаем, что у ребенка потеря интереса или еще что-либо, то тут надо уже смотреть и принимать меры. Однозначно, процесс учебы для ребенка должен быть интересен. Потому что это его жизнь. Понимаете, это его время. Когда мы с вами в детстве можем запомнить гораздо больше, чем мы сейчас с вами можем запомнить. И это его время. Это время этого маленького, но уже человека для того, чтобы получить те знания, которые ему будут необходимы в этой жизни. И если это понимает ребенок и понимают взрослые, тогда мы видим очень хорошие результаты. Вы сегодня познакомитесь с успешной молодежью, которую мы тоже сегодня пригласили, как пример того, что на самом деле можно добиться хороших результатов и в Англии, и здесь, в России. Учусь я в школе Орт-Рескул. Находится она в Рейдинге. Это город между Оксфордом и Лондоном. Учусь я там уже четвертый год. До этого учился я в младшей школе. Три года. Мне там очень нравится. Разнообразием. В первую очередь, разнообразием обучения и разнообразием возможного время поглощения вне уроков. Это спорт, это готовка, которую предоставляет школа как предмет. Общее развитие, религия. Нет ненужного свободного времени. То, что в нашем возрасте можно делать, что потом скажется очень печально на будущей карьере. Я училась год в австрийской школе и когда я в первый раз вошла в нее, я эту разницу почувствовала хотя бы по внешнему виду студентов. Самое главное для них это знание и комфорт. И они приходили в школу начиная от того, что это были тапочки и удобные спортивные костюмы в то время, как в нашей российской школе это форма и это очень строгий внешний вид. И, конечно, этот строгий внешний вид, он также передается на взаимоотношения преподавателей, ученика. Если в России это очень строгие официальные деловые отношения, то европейцы, европейские учителя, они очень близки к своим студентам, они обращаются к ним на «ты», просят подойти после уроков и в спокойной душевной обстановке объясняют им тему. Я бы хотела бакалавриат закончить в России, а по поводу магистратуры думать в будущем, возможно, это будет за границей. Это колоссальный опыт, который дает нам не только знание языка, но он помогает нам расширить свое сознание и узнать больше о людей с другой культурой, другим восприятием мира, и это помогает развиваться. Я обучаюсь в России на бюджете в Московском архитектурном институте, сейчас закончу второй курс, пришел на третий. На данный момент я просто рассматриваю именно стажировки за границей как более оптимальный вариант, то есть именно учеба в России. Я пришел именно в институт, посмотрел, надену некоторых дверей, и мне, в принципе, он понравился. То есть мне понравилась эта атмосфера своя особая, которой там нигде нет. И в архиве, он, по идее, он котируется и за границей, и во всем мире как отдельное учебное заведение, в которое там многие люди и за границей едут, чтобы получить образование. Именно вот образование в мархии. Потому что оно также еще там очень высокая культура графичная осталась. Потому что в многих иностранных вузах она, к сожалению, потерялась, но в мархии она еще есть. Очень маленькие классы. У меня в Москве были даже классы чуть-чуть поменьше, чем в Англии. Но, несмотря на это, в Англии как-то учителя больше оказывают внимание детям, даже несмотря на то, что классы побольше, потому что даже в неклассное время всегда можно учителю написать даже через электронную почту. В Англии у меня в школе всегда было время, когда можно было прийти, и ты знаешь, что у учителя есть время, ты можешь прийти там в неделю, например, в четверг в один час, у учителя есть час, можно к ним просто приходить и разговаривать. Вообще, в принципе, образование еще более индивидуальное, потому что любой предмет, который ты берешь, что-то делит классы по успеваемости, то есть в каких-то классах более интенсивные. Что значит, если ты очень хорошо какой-то предмет знаешь, то ты будешь в более интенсивном классе, а если хуже знаешь какой-то предмет, будешь в более-менее интенсивном, но в классе, в котором тебе на самом деле будут помогать намного больше. Наверное, вот и в частных школах, да, и в принципе в российских престижных каких-то школах очень, ну, в России-то, по крайней мере, я точно знаю, что так есть, вот в престижных школах дети учатся до 10 вечера, потом у них какие-то дополнительные занятия, там, снимают видео, выкладывают в интернет, и заняты, и очень сильно переутомляются. В Англии нет, совершенно по-другому. Детство должно быть, дети, они должны побегать и в мяч поиграть. Вот именно жизнь в частной школе очень регламентирована. Занятия там до 2-3 часов в разных школах по-разному, факультативные занятия, это даже не факультативные, а то, что они хотят делать. Они бегут заниматься. Дополнительные кайки убирают, да? Лепка, ну, там просто выбор огромен. Вы знаете, он ошеломляет этот выбор. Я не знаю, как это все можно осуществить. И самое главное, потом четко, да, спорт обязательно. Причем спорт у них просто великолепная возможность. там они это делают по желанию, то есть это то, что формирует, кстати, работу в команде, это то, что ценится потом в дальнейшей работе. Игравные виды спорта, которые очень не то, что популярны, Причем это дело осознанно, целенаправленно. Вот Наталья говорила, что они специально такой закон вели, чтобы дети играли больше в спортивные игры и формировали эти навыки. То есть потом у них четко перекус, потом у них четко домашнее задание, не больше полутора, двух часов, не больше. Если ребенок не успевает, значит он плохо организовался. Потом у них еще какие-то мероприятия, потом свободное время и они ложатся спать. Вот это вот, понимаете, дисциплина, она, точнее, вот этот регламент, он дисциплинирует ребенка, его ум, это создает определенный ритм жизни. И это очень важно. Все, чтобы мы новое не изучали, для меня очень важен ритм, когда я учу новый язык или еще что-то. То есть это, мне кажется, как раз преимущество частной школы. Наверное, самый главный вопрос, как попасть в частную школу в Великобритании? Надо найти хорошую школу, которая соответствует именно способностям ребенка. Как правило, три-четыре школы достаточно посмотреть, предварительно изучив список. Это то, чем мы занимаемся. Мы готовим список, скажем, из десяти и двенадцати школ и рекомендуем три. По запросу. Потом очень важно, мне кажется, приехать с ребенком посмотреть эти три школы и комбинация факторов. То, что родителям понравилось, ребенку понравилось, то, что подходит ребенку по его способностям. Выбираете школу и сдаете экзамены. Изи. В принципе, все просто, да? Да, это не сложно. Надо школу выбрать. Это обычный порядок, то есть там нет никаких, то есть никаких, звуков особенных. Просто желание ребенка и экзамены, они такие сложные. В основном, конечно, язык должен быть. Да, в основном, вы знаете, я присутствую на очень многих интервью, как правило, дети с экзаменами, там математика, математика, какие-то, по-моему, английский, еще какие-то логику они проверяют, обычные задачки. Но решение принимается после интервью с ребенком, они смотрят, насколько ребенок может вписаться, насколько ему интересно учиться. Педагоги школы принимают решение, поскольку у каждой школы есть некий свой формат, понимаете? То есть не то, чтобы на чем они специализируются, это тоже, но так или иначе они смотрят, вот впишется ли ребенок вот именно в их среду школьную, понимаете? и если да, то тогда welcome. Я бы хотела добавить, что на самом деле я преклоняюсь перед мальчиками и девочками, которые от мамы, от папы уезжают в далекую страну полностью. То есть это требует бесстрашия определенного и вот мотивации какой-то внутренней, родительской мотивации, поддержки, потому что я вот смотрю на русских детей, они очень интересные и они ясно мыслят, очень интересно, неординарно мыслят. Только из, не знаю, у меня два случая было, когда ребенок не вписался, вот двое детей не вписались, у них там тоска начиналась, и они уехали в результате. Более, скорее всего, уже более ста детей, более ста семей через меня прошли. Наши дети, русские, да, россияне, детки наши, которые туда уезжают, если они учатся и ставят такую задачу, они становятся очень успешными, очень. У нас так масса примеров. Да, любят русских детей. Потому что мы очень конкурентоспособны вот в плане наших способностей. То есть у русских детей хорошая репутация в частных школах. Очень хорошая. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о частном образовании Великобритании. Гостями нашими были Наталья Школа, консультант в области частного образования Великобритании, и Наталья Яковлева, мама двоих детей и студентов, бизнес-леди, владельца фирменного магазина «Александр». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова